Сорские детей в школьной столовой кормят остатками вчерашних обедов. С таким заявлением родители обратились в Роспотребнадзор Хакассии. Кухработников об этом заставляют молчать под угрозу увольнения. С мамами учеников и бывшими работниками школы номер три пообщалась Мария Добрынина и выяснила, что же на самом деле происходит за дверями учебного заведения. Объедки от котлет перекручиваются и через два дня подаются в виде тефтелей, а старое пюре идет на начинку в пирожки. Именно такой рацион в столовой школы номер три. Столь громкое заявление родители не побоялись сделать на камеру. Терпеть, по словам матерей, ужасное отношение к детям нет сил. Постоянные боли в животе, отравление, диарея. Разговоры с директором не помогают. Она сказала, что один-два ребенка – это ни факт, ни показатель. То есть нужно дождаться массового отравления детей, чтобы были приняты какие-то меры. Мой ребенок учится в этой школе, и у нас регулярные проблемы. Школы списывают на то, что мало ли что ребенок, идя даже до дома, чипсы там что-то. В школе 572 ученика по опросу, который составили женщины, питаются в столовой от силы половином. Остальные не рискуют. Чтобы не быть голословными, мамы пригласили на встречу бывшего кухонного работника. Своеобразный круговорот продуктов происходил на ее глазах. Ребятишки проходят в столовую, пообедали, порции остаются. Мы начинаем собирать отдельно в кастрюле. Значит, обедки в одну кастрюлю, хорошая в другую. Потом это дело все собирается в общую кастрюлю, переваривается. Пожалуйста. По словам Светланы, распоряжение на сбор еды отдавала шеф-повар по договоренности с бывшим директором школы. Руководство учебного заведения сменилось, порядки остались прежними. Ну, я когда елкашу, потом после зол у меня, ну, живот начал болеть. Находила в рожках ногти, волосы. То есть было все холодное. Когда я вот покупала оладушки, из них бежало просто тесто. А подойти сказать это, они накричат и просто... В столовую, телекамеру родители пропустили без проблем. Несколько дней назад здесь была комиссия с проверкой. Нарушений особых пока не выявили. Ну, это сейчас сказать может хоть что и хоть каждый. Я тоже могу на родителей хоть что сказать, понимаете. А как бы, пусть они стоят тогда день, следят, как проходит процесс в школе. Стараемся, как бы, я не знаю, никаких нареканий за 6 лет работы у меня не было. О рабочем процессе кратко рассказали кухработники, но этого хватило, чтобы передать всю суть схемы экономии продуктов. Именно то, что вот здесь вот выбрасывается, это вот действительно вот это вот и есть отходы. Они выбрасывают сюда в баки, которые увозят. Ну, кто-то, по-моему, приезжает. А если у нас остается пюре картофельное? Здравствуйте. Допустим, там суп остается. Мы замораживаем. Ставим в морозилку, потому что жалко выкидывать. За смелое заявление девушка поплатилась тут же. Как только съемочная группа покинула учебное заведение, она была уволена. Ну, нам сказали, чтобы рот мне раскрывали, лишнее не говорили. Как бы, ну, вы что спрашивали, я вон то и отвечала. Я как бы ни обманула, ни врала. Татьяна Владимировна, заведующая столовой нашей. Она мне сказала, вот раскрыла рот, все, уволена. Девушку-то за что уволили? Она всегда увольняется, бежит и всегда приходит. Сейчас просто, просто она вот это вот на камеру специально сказала. Я вообще не работодатель, у меня есть работодатель, директор. Я не принимаю и не увольняю. Возмущенные родители написали письмо в Роспотребнадзор. Все подтвердили фотографиями. С того момента прошла неделя, проверка до сих пор ведется. Так нас заверили специалисты и воздержались от комментариев. Вероятно, в Сорской школе номер три следует проверить и соблюдение законодательства в сфере трудовых взаимоотношений. В городском управлении образования Сорска также ничего конкретного сказать не могут. Родители намерены все-таки добиться справедливости и надеются, что нынешний директор школы, в прошлом работник Черногорской прокуратуры честному расследованию не будет препятствовать. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.